ЖЭК против Горсовета. Первый в Одессе частный ЖКС ЖЭУ Ренессанс судится с городскими властями за право оказывать коммунальные услуги. Мэрия решила не продлевать договор, заключенный с Ренессансом в 2004 году и потребовала передачи документов и территории другому ЖКСу. Жилищно-управляющая компания Ренессанс больше не имеет оснований для обслуживания центра Одессы. Соответствующее решение было принято в конце декабря прошлого года из полкома и сессии городского совета. Договор между Приморской администрацией и Ренессансом, заключенный 10 лет назад, был расторгнут в одностороннем порядке. В то же время в самом Ренессансе сообщили, что их официально не уведомляли о решении с полкома и компания продолжает обслуживать территорию. Более того, Ренессанс подал соответствующие иски в суд. Приняли, что передали. С чем мы не согласились. Как отдельная структура, как сейчас предприятие, которое служит, мы не согласились, поэтому мы подали иски в суд. И по решению по передаче домов, и решение по продлению данного договора, который был с Приморской администрацией. Ренессанс первый и до недавнего времени единственный частный ЖКС. Был создан 20 лет назад в качестве эксперимента. Все поступающие от обслуживания территории и средства остаются в видении самого Ренессанса, который сам и распределяет, на какую статью расходов пойдут деньги. Руководство предприятия отмечает у них самые низкие в городе тарифы на коммуналку. Обслуживают предприятия такие исторически значимые центральные улицы, как Коблевская, Пастера, Нежинская, Щепкино, Садовая. К слову, в нынешнем году ЖКС на обслуживание ветхого и аварийного фонда не получил от города ни копейки. А ведь там продолжают жить люди, которым надо предоставлять услуги по ремонту. Городской бюджет выделял финансирование на ветхие аварийные дома. В этом году, с 2015 года, с 1 января, эта деятельность прекратилась. То есть предприятия жилищного предприятия «Ренессанс» выучили из списка полностью. Более того, объявленная мэрией помощь жителям по ликвидации последствий взрывов в домах по улице Коблевской оказалась сильно преувеличенной и пока исключительно на бумаге. «Ренессанс» своими силами восстанавливал электрику, чинил кровлю и вставлял окна, на что пошли более 20 тысяч гривен. Там был серьезный взрыв, там было перекрытие стекла. То есть мы восстанавливали, потратили определенную сумму денег, поверьте мне, значительная часть, которая, эта часть денег могла спокойно потратить те заявления и те обращения граждан по этому дому на ремонт крыльев, на замену водоснабженных труб. При этом в «Ренессансе» нет долгов по выплатам заработных плат. В отличие от других коммунальных ЖКС, все налоги выплачиваются вовремя. Более того, всем сотрудникам предоставлено, пусть служебное, но жилье. Так что неудивительно, что большинство из работников «Ренессанса» выступают категорически против передачи их территории ЖКС «Портофранковский». Ну, я против бы этого, потому что «Ренессанс» лучше и зарплата вовремя. А там по полгода надо ждать зарплату. А тут… И жилье. Да, и жилье. Нас все устраивает. Если нас заберут, это мы уже, наверное, половина, наверное, поуходят. Потому что, мне кажется, уже будет хуже намного. Но, кажется, мнение этих людей, как, впрочем, и жителей домов, относящихся к «Ренессансу», никого в мэрии не интересует. Одесситы вполне довольны качеством оказываемых «Ренессансом» услуг. И категорически не согласны переходить в видение ЖКС «Портофранковский», поскольку прекрасно знают, как работают коммунальные ЖКС. По любому вопросу, по какому не обратишься, в общем-то, всегда я получаю какой-то ответ, помощь. Не хотелось бы, чтобы произошло такое, потому что, зная своих знакомых тоже, которые в других ЖКС обслуживаются, реальной помощи они практически не имеют. Коль тут долго живешь, как бы сказали, хорошему привыкаешь. И где-то ходить куда-то, искать что-то лучшее, когда лучшее, я думаю, что уже здесь прямо под боком и далеко ходить не надо. Все, что здесь находится, нас это все устраивает. Но, видимо, это не слишком устраивает наших чиновников, привыкшим самим держать руку на пульсе, вернее, поближе к кормушке. Жилой фонд здесь, конечно, довольно ветхий, большинство домов были построены еще до революции, но именно здесь располагаются множество магазинов, ресторанов и других заведений, обслуживание которых осуществляется по более высокому тарифу. Так что неудивительно, что городскому руководству захотелось вернуть эту сферу под свой контроль.